Найти свое место в жизни, определиться с местом работы и учебы. В окружной столице прошла ярмарка учебных и рабочих мест. Здесь можно было ознакомиться с правилами поступления в десяток учебных заведений страны. А те, кто уже получил специальность, смогли трудоустроиться. Основная масса посетителей традиционной ярмарки – будущие выпускники школ, которые планируют получить высшее образование. У нас школа проходит как 11 класс. Это на будущее, где учиться, где работать, как бы проблемы встают. И мы позвали сюда. Не знаю, я ищу архитектурный. То есть я здесь уже нашла, ухтинский архитектурный, архангельский архитектурный есть. В первую очередь данную ярмарку я рассматриваю такой площадкой для ознакомления с учебными заведениями, в которые я могу поступить. Безусловно, я хочу поступить в вуз, так как учусь в 11 классе. Но как перспективу могу рассматривать и поступление в профессиональные учебные заведения Нинецкого автономного округа. Выбор учебных заведений разнообразный. От средних, которые находятся в нашем регионе, до высших. Среди них Северный государственный медицинский университет, Сыктывкарский госуниверситет имени Сорокина, Институт народов Севера и другие. Больше всего направлений подготовки предлагает САФУ. Кстати, в следующем учебном году в университете ожидают наплыва абитуриентов. 1 июля 2016 года вступает в силу норма законно-трудового кодекса о профессиональных стандартах, где конкретно будет прописано, что если человек устраивается на работу, например, программистом, то он должен иметь определенное образование, не абы какое-нибудь. В сложных финансовых условиях учебные заведения идут навстречу студентам. Так в САФУ созданы специальные заочные наринмарские группы. Студентам теперь не обязательно дважды в год выезжать для сдачи сессии. Зимняя проходит в родном Наринмаре. На ярмарке отдельные ряды установлены для работодателей. Они также рекламируют свои компании и приглашают жителей окружной столицы влиться в их дружный коллектив. Есть и те, кто предлагает работу людям с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь это ответственность и желание человека работать. Потому что, как правило, у нас инвалиды не защищены, не слой населения. Они хотят работать, очень хотят, но, как правило, их не берут. Им трудно устроиться на работу. Поэтому у нас четыре вакансии представилась возможность взять инвалидов. Мы их берем на неполный рабочий день. Ярмарки стали уже традиционными и очень полюбились соискателям. Ведь на одной площадке всего за несколько минут можно лично пообщаться с представителями учебных заведений либо найти новую, более подходящую работу.